Продолжение следует... Продолжение следует... Мы просто описываем действия, которые он должен сделать. Ну, например... Ну, вот смотри. Это простая задача. В каком-то файле записано много чисел. Их надо упорядочить по возрастанию. Для этого существует очень много разных способов, а на Олимпиаде нам нужно придумать и реализовать это все в виде программы. Ну, а Олимпиада так долго будет. Потому что нам даются 3-4 задачи. А каждую задачу надо придумать, как решать. Потом объяснить это компьютеру. А он понимает только языки программирования. Фактически мы составляем настоящую программу, которая будет решать эту задачу. И на Олимпиаде мне надо обращать внимание на внешний вид программы. То как ей пользоваться? Откуда она берет, ну, например, числа? Ну, программу нужно составить так, чтобы она сама открывала текстовый файл, в котором они записаны. Она считывает оттуда данные, решает задачу, а ответ записывает в другой файл. То есть я могу открыть блокнот, записать туда какие-то числа, закрыть, и я запущу твою программу, и откуда она эти числа достанет? Ну, да, она запишет результат в их действии в другой файл, который ты можешь открыть и посмотреть в тем же блокнот. А откуда твоя программа знает, какой файл открывать? В условиях обычно сказано название файла. Но если ты допустишь ошибку, хотя в одной букве, файл не найдется, и решение не засчитается, даже если оно правильное. Если программа взяла числа из файла, что-то с ними сделала, и ответ записала в другой файл, то все, 100 баллов? Нет, таких файлов с числами должно быть несколько. Каждый раз программа получает заново числа, заново их пересчитывает, заново получает ответ, заново записывает. Это называется тестер. Фактически мы пишем программу, которая моделирует размышления человека по решению задач. Эта программа отвечает на тесты, которые задает жюри. Ого, то есть надо не просто решить задачу, а научить решать подобные задачи компьютер, чтобы он мог отвечать на любые тесты, которые заранее им даже не известны? Да, именно так. И если все тесты пройдут, только тогда 100 баллов. Сколько таких тестов может быть? Вообще положено 10-20, но у нас на городской Олимпиаде 5, жюри считают, что это достаточно. Но ведь они могут быть похожими, зачем так много? Дело в том, что для каждой задачи есть еще и ограничения. Сколько памяти она может занять, за какое время она может выполняться. В итоге, если твое решение будет нерациональным, то программа может зависнуть или попросту не пройти по времени. Хотя ты получил бы максимальные баллы, если бы времени не учитывалось. Кроме того, есть частные и тривиальные случаи. Это когда решение очевидно, но программа должна проходить эти тесты. Ну, например, надо отсортировать числа в одном файле, а они уже отсортированы или вообще все одинаковые. Что должна сделать программа? Он должен вывести их те же самые и в том же порядке. Причем участник Олимпиады может предусмотреть этот случай и написать отдельное исключение. При этом программа тоже должна получить некоторые баллы. Но, с другой стороны, если описывать общие случаи, надо проверить, что на частных случаях программа тоже правильно работает. К особенностям. Да, но именно это позволяет решать задачу на разных уровнях. Если новичок, то, как правило, он пишет решение, которое может быть нерациональным. И поэтому не проходит это. Если же он напишет частные случаи, то тоже может получить некоторые баллы. А если опытный Олимпиадник, он должен сдать много разных алгоритмов, которые помогут пройти программу на 100. Некоторые участники же удивляются, что полностью решили сдачу, но баллов у них мало. А, я поняла. Поэтому задачи одинаковые и у 8-х и у 11-х классов. Да, изначально рассчитано на то, что в 8-х классики будут писать частные случаи. Более старшие напишут общее решение, а 11-х классники смогут решить на 100. Знаете, сколько баллов за задачу, сколько процентов решения? Не совсем. Вот, смотрите. Так, если ты напишешь простую старшировку, вот такую, например, то у тебя придет половина общих случаев, остальные не пройдут по времени. А я напишу вот такую старшировку. Она рациональнее. Сработает на всех тестах, получат 100 баллов. Но если я ошибусь в одном знаке, например, пропущу знак равенства, то оно может пройти еще меньше тестов, чем у тебя. А ведь я пропустила только один знак. Значит, остальную текст программы у меня проникли на 99%. Как же вы? Никак. Авторы задачи оценивают только количество, кроме тестов. Они не учитывают, сколько это процентов от полного решения. Но я слышала, что надо набрать 65%, чтобы получить третье место. Нет, это только у нас Кустанай. Оценивание в нашем городе отличается от рекомендованной республиканским Даррэн. В других городах проценты не учитываются, просто присуждаются места в порядке убывания набранных баллов. Итак, смотрите, начать подготовку я предлагаю с того, чтобы вообще определить план подготовки. Для этого нам нужно знать, какое у нас стартовое состояние учеников и чего мы хотим достичь, какая у нас цель. Цель мы, кратко скажем, победить на Олимпиаде, но для этого ученики должны обладать какими-то знаниями, умениями, навыками. Вот здесь на презентации это красненькие кружочки. Синенькое – это то, что мы сейчас умеем. Ну, если мы говорим, допустим, для 6-7 класса, они умеют печатать на компьютере, они умеют запускать программы, они умеют преобразовывать выражения на математике. Вот. И теперь каким-то образом каждый раз зелененький кружок – это мы отрабатываем новые знания, умения, от одних переходим к другим, они как-то взаимосвязаны. То есть, чтобы научиться одно делать, нам нужно научиться какие-то еще предварительно другие действия делать, выработать какие-то другие умения. Вот. И постепенно мы доходим до тех умений, которые нужны Олимпиадникам. Естественно, когда мы говорим о такой подготовке, то учитель должен представлять хотя бы начало и окончание. То есть, представлять, какие алгоритмы он должен знать, что Олимпиадник должен уметь. Мы имеем стартовую позицию, а вот как провести ученика между ними – здесь уже это как раз вопрос методики. Если вы имеете представление о том, что в конце, то есть вы сами умеете решать такие задачи, то, в принципе, вы можете на каждом шаге ориентироваться. То есть, если даже у вас нет строгого плана, вы можете по ситуации, в принципе, выбирать, куда двигаться дальше, потому что вы знаете свою конечную цель. Здесь еще вот такой момент. Понятно, что освоение каждого умения – это не вопрос там пяти минут. То есть, рассказали какую-то информацию, ученик запомнил, и все, он ее знает. Но на Олимпиаде же у нас не тестирование будет, у нас не будут спрашивать, как на ЕНТ. Правильный ответ. Мы должны создать свою программу, используя свои умения. Получается, что для того, чтобы отработать конкретно умения, для того, чтобы вот этот зелененький кружочек у нас заработал, должно пройти какое-то время. И от знания, умения к навыкам одного, чтобы достигнуть другой, нам нужно провести, может быть, не одну тренировку. Тренировка заключается в том, что мы решаем задачи на заданную тему, либо отрабатываем конкретно какой-то навык. В процессе промежуток... Извините за беспокойт. Выключите микрофон с концом в средней школе. Прямо невозможно. Так, ну сейчас... Коду наливаю, там чай... О, надо же, выключу. Не так можно. Так, сейчас напишу. Диана Буранбаев, тоже выключите свой микрофон. Коллеги, пожалуйста, проверьте микрофон и выключите. Да. Всех будет возможность высказаться. Вот. И здесь вот почему я цветом обозначил, что как бы цвет светлеет. Потому что дети забывают. Вот когда они находятся на тренировке, они в тонусе. До следующей тренировки постепенно связи нейронные в мозгу, они... Давайте мы просто будем отмечать нарушителей наших. Вот, связи эти ослабевают. Вот, поэтому важна периодичность тренировок. То есть даже если ученик нового ничего не узнает, то для того, чтобы восстановить свой тонус, все равно нужно что-то решать. Пусть даже задачи на ту же самую тему, чтобы держать себя в форме. Это так же, как обычная спортивная тренировка. У кого-то было даже выражение, что мозги это тоже мышцы, их тоже нужно прокачивать. И если вы какую-то тренировку пропустили, вот смотрите, ситуация, да, прошла первая тренировка, а потом вторую, третью мы пропускаем, то он практически забыл, ну, либо плавает там, да, по заданной теме. И получается, ему нужно потратить время на то, чтобы восстановить тот уровень, на котором он закончил, и потом еще продолжить двигаться с этого же места. То есть неделю пропустили, еще одна неделя уйдет для того, чтобы вспомнить, и еще одна неделя или две для того, чтобы двинуться дальше. Вот, поэтому здесь важна регулярность. Вот, ну, я проводил вот такие вот эксперименты с учениками, сколько времени требуется для того, чтобы восстановить материал. Вот, здесь, возможно, какие-то отличия у вас будут, потому что зависит от уровня учеников, там посильнее, послабее. Олимпиадники некоторые приходят по желанию, но, как бы, у них уровень подготовки невысокий. А те ребята, кто посильнее, они, наоборот, дольше у них все в голове держатся. Вот, и получается, что, смотрите, я считал, сколько за час задачи решают, да, вот пока малыши, задачи несложные, ну, две-три задачи решили. А у старших, 10-11 класс, бывает 0,25. Это что значит? Это значит, что они задачи четыре часа решают, потому что задачи по новым темам бывают достаточно сложные, и нам нужно научиться вот эти задачи решать за более короткое время. То есть, пока тема новая, четыре часа решает, на следующей тренировке он за две ее решит, а на Олимпиаде он должен за час, допустим, за полтора, ну, иногда за два. Вот. И, соответственно, вы должны это планировать. Но, исходя из той анкеты, которую мы сейчас посмотрели, половина участников только собирается, только стартует, значит, мы можем говорить о новичках. И вот то, что я здесь условно обозначил, пятый, шестой, седьмой класс, это, конечно, условное обозначение. У нас сейчас по новой программе питон начинается в шестом классе, в пятом, если у вас есть возможность с детьми заниматься, то вот примерно так и получится. Вот. Получается, я должен видеть вот эту вот траекторию, как от новичка довести до олимпиадника. Но большинство уже из нас не владеют этой методикой. Что делать? Вот. Но здесь на помощь нам приходят, давайте я переключусь, на помощь приходят сайты для подготовки к олимпиадам. Вот. Давайте я, наверное, просто включу экран, и мы будем смотреть. Вот. Если вы разбираетесь в задачах, если вы представляете всю траекторию, то есть такая система Яндекс.Контест, которая позволяет самому создавать соревнования. Вот. Вы можете обратиться в поддержку Яндекса, чтобы вам дали права на составление вот таких задач. И дальше вот смотрите, допустим, у меня как устроено. Вот я выбираю задачи. Создать задачу. Здесь какой-нибудь... Я пример запишу. Вот. Я не буду показывать, как это создается, просто общую идею расскажу. Смотрите, здесь нужно выполнить какие-то настройки. Нужно будет подготовить тесты, на которых она тестируется. То есть вводим такое число, такой ответ, вводим такое число, такой ответ. Это вот то, о чем было на видео у нас. Нужно будет записать свое решение, то есть самому эту задачу решить, отправить правильное решение, еще какие-то действия сделать. И в итоге у вас получается много задач. Ну вот, допустим, у меня 319 задач, которые вот таким образом я сюда добавил в эту систему. Вот. Дальше эти задачи объединяются в наборы задач. То есть вы берете, допустим, создаете набор. И вот здесь я нажимаю плюсик. И из тех задач, которые вы сделали, вы выбираете, какая задача зайдет в набор. Из наборов составляются соревнования. И вот, допустим, мы приходим на урок. Смотрите, у меня 7 класс, проверка условий 2. Я нажимаю. Вот у меня. Так, все, давайте. Вот у меня. Прошлый год я обновил. Давайте, что у нас сегодня было, допустим, на днях. Чтобы вы видели, чем это заканчивается. Видите, да, я просто могу по темам задачки разбить. Ну вот, допустим, что 9 класс, линейные массивы сейчас начались в питоне. Смотрите, вот участник, он заходит, выбирает, какую задачу он решает. Щелкнул, вот условия задачи. Щелкнул, условия задачи. Здесь он пишет решение, отправляет. Если все верно, у него окей. Я, когда захожу в эту систему на уроки, я вижу, вот у меня ученики, которые зарегистрированы. Вот зелененьким то, что они решили. Красненьким, это значит, они пытались, но у них не получилось. Вот, допустим, минус 1, это значит, один раз попытался отправить, не получилось. Минус 6, значит, было 6 попыток, но так и не вышло. Плюс 8, это значит, с 8 попытки эта задача у него принята была. Вот. Удобность системы в том случае, если мы знаем саму траекторию, как от старта довести до финиша. Вот, то есть я на каждом этапе знаю, какие знания, умения, навыки нужно развивать. Вот, соответственно, составляю задачи, добавляю. Естественно, это времени он много занимает, но мы можем это же использовать в следующем потоке. По этому же пути двигаться. Вот. А что делать, если мы это не знаем, да? То есть мы сейчас вот большинство отметили, что там нет методики. То есть как от одного уровня перейти к другому. В этом случае есть... В этом случае есть... Или тысячу... Итак, смотрите. Сайт я показываю acmp.ru. Вот. Регистрируйтесь здесь. Если вы не знаете, с чего начать, то вот здесь слева, смотрите, в меню есть такой раздел курсы. Выбираю, какой язык я изучаю. Но нам почему нужен C++? Потому что на Олимпиадах у него есть некоторые преимущества. Python на уроках мы учим для того, чтобы просто познакомить ребят с основами программирования. Но если вы пишете на Python на районной, на областной Олимпиаде, то ваши программы проигрывают по времени. Они медленнее работают, чем на C++. Поэтому рекомендуется самим изучать вот этот язык. И каким образом здесь устроено? Выбрали курс. Выбираем раздел. Вот здесь можем переключаться между разделами. Видим, что здесь есть теория. Ниже выбираем темы в этого раздела. То есть операторы цикла. А в свою очередь они еще здесь делятся. Мы знаем цикл с параметром, цикл с условием. И для каждой темы есть еще задачи. Выбрали задачу. И точно так же, как я показывал в Яндекс.Контесте, точно так же мы можем отправлять решение. Таким образом, получается, вот алгоритм какой у нас. Если вы, начинающий учитель, хотите начать готовить олимпиадников, то заходите на этот сайт. Изначально сами вот это все прорешиваете, разбираете. Если, допустим, вы... Вот, допустим, так, вот у меня решено. Если какую-то задачу решаете, вот, и не получается отправить. Давайте я выберу, может быть, который я не решал. Здесь не вижу. Вот, то там есть для задач еще обсуждение. То есть мы можем посмотреть, что другие участники предлагают. Из тех, если кто-то решил, то их решение не разрешается выкладывать, разрешается просто обсуждать их мысли какие-то. Вот, и они вас могут натолкнуть на правильное решение. Когда сами научились решать, можем уже запускать учеников. То есть приходит ученик, и вот у него ведение, вот задачи, которые надо сдавать. И в чем плюс? У нас обычно приходят, один говорит, я все решил, другой говорит, а проверьте. Третий говорит, у меня не получается. Если проверяющая система, то все решил, у него вперед задачи есть уже заранее. И чтобы их проверить, учитель не нужен. То есть он пришел, решил, следующее решает самостоятельно. Вы просто потом подходите, он вам показывает, я эту, эту, эту задачу решил. Вот здесь видите справа стоят плюсики. Это то, что у меня у самого решено. Если плюсика нет, значит я и сам ее не решил. Вот, можно пробовать параллельно. То есть, допустим, за какое-то время самому порешать, а потом ученикам это же самое дать. Но желательно сделать запас побольше, чтобы не получилось, что вы на какой-то задаче застряли, а ученики вас догнали, и вы дальше не знаете, что делать. Вот, то есть нужно немножко перестраховаться. Дальше что будет происходить? Ну вот научились вы такое решать. Это же был просто язык программирования. Здесь есть раздел решения олимпиадных задач. Вот, и здесь уже какие-то темы, то есть алгоритмы объясняются. Целочисленная арифметика, как устроена алгоритмы сортировки, там длинная арифметика, теория графов. Всем нравится это название. Вот, как это действует. Вот, на самом деле, дальше для тех, кто планирует на областной олимпиаду, на областной уровень, я рекомендую следующий сайт, codeforces.com. Вот, ну и когда ученики у меня готовятся, я шучу, что вот, а теперь сайт для взрослых. Вот, потому что изначально он был рассчитан для студентов и соревнуются здесь участники из разных стран. Вот здесь, если я нажму календарь, то я могу видеть, какие соревнования в ближайшее время, воскресенье, суббота. Ну вот сейчас пока что на февраль относительно разреженный график. Вот, ну что здесь можно отсматривать? Вот, допустим, я захожу в свой профиль. У меня вот есть график, это мой рейтинг. Рейтинг считается не так, как мы привыкли. Мы привыкли как? Что-то сделали, да, на работе, нам поставили галочку. Все, здесь, как на олимпиаде, то есть вы должны решить там какое-то количество задач за два часа. Если вы решили одну задачу за два часа, все, значит, рейтинг у вас падает. Вот. И таким образом мы ребят будем держать в тонусе. То есть они не просто задачи решают, а уже решают задачи на время. Здесь, если я выберу мои друзья, то мы видим, я вижу своих олимпиадников, кто как готовится. Ну, допустим, на этот учебный год, вот у меня готовится девятиклассник, вот он начал, стартанул рейтинг рост, там где-то есть провалы, но вот такие небольшие неудачи, неважно. Я могу посмотреть по конкретным соревнованиям, когда что он решал. Вот дата, когда решал, название соревнования, изменение рейтинга, какие задачи решил. Я могу посмотреть, перейти на само соревнование, то есть посмотреть условия задач, что он как делал. Вот. Если я нажимаю положение, мне выбрать нужно результаты друзей. Вот. Ну, вот я сам решал, вот, допустим, мой ученик решает. Я могу посмотреть его код. Вот он с первой попытки у него не получилось, за счет этого у него немножко баллы там отнялись, здесь щелкаю, я вот посмотрел, как он решает его ход мыслей, на каких тестах, что проходит, что не проходит. Могу сравнить, допустим, со своим решением. Вот я решал, вот у меня вот так, допустим. Я вижу, у меня, например, короче. Мы можем это с ним обсудить. То есть, в какой-то момент вы решаете, потом, допустим, отдельно тренировку посвящаем тому, чтобы сделать обсуждение результатов, обсуждение тех задач, которые решили, которые не решили. Ну и дальше, если ученик достигает каких-то высот, вот если взять, допустим, вот эта ученица, этот трехкратный призер республиканской олимпиады, смотрите, здесь рейтинг уже выше зелененького, да, вот если на данный момент я свой показывал, теперь девятиклассника я готовлю, что мы в зелененькой полосочке держимся, вот, то у нее, смотрите, здесь вот так вот, он скачет, то есть, есть и падение где-то, но уровень держится выше какой-то линии, достаточной для того, чтобы придумывать решения для вообще незнакомых задач на областной, на республиканской олимпиаде. Вот. Ну и подытоживая тогда, что получается. Давайте я еще покажу вам некоторые... я здесь выделял, смотрите, в сентябре, допустим, мы тренировались, воскресенье, среда, время смотрим, 20.35, да, а идет 2 часа, это все мероприятие, 20.35, суббота, там, понедельник. Нужно понимать, что вы 2 часа отрешали, закончилось 22.35, утром нужно быть в тонусе, в школу, на работу, да, вот такое. Вот, то есть, если серьезно, серьезно заниматься олимпиадами, то нужно еще это как-то вписывать в свой личный график. Естественно, здесь может стоять вопрос к администрации, в том, чтобы была какая-то финансовая, либо хотя бы моральная поддержка. Вот, если вы показываете результат, и вам вот такие тренировки нужны как для самого, так и для ваших учеников. Вот, но, подводя итог, тогда, что можно сказать? Если вы представляете вот эту структуру, то есть, каким образом от одного уровня к другому можно переходить, то есть, допустим, я знаю вот эту тему, что я дальше могу изучить? Лучше думать наоборот, вот, чтобы понять вот эту тему, чтобы ученику это рассказать, что он должен знать, какими знаниями, умениями он должен владеть. Если вы это представляете, то удобным является использование Яндекс.Контеста, тогда вы можете сами каждый шаг контролировать и любые отклонения как бы сюда программировать. То есть, подбирать систему задач таким образом, чтобы ориентироваться вот на конкретных учеников. если вы сами еще в этом новичок, то мы заходим на сайт смотрите, школа программиста, но его обычно называют acmp.ru здесь сами тренируемся, поднимаем свой уровень, потом сюда же запускаем учеников, дальше, если уровень у вас позволил, вы с этими задачами справляетесь, то есть, язык программирования более-менее освоили, то переключаемся на коды forces и здесь решаем вместе со студентами. Вот, ну, чтобы уровень примерно понять, вот, допустим, это мы когда решали в эту субботу, чтобы географию посмотреть, да, смотрите, вот Китай, Индия, наверное, Пакистан, Бразилия, да, вот, Казахстан, есть Украина, Иран, Корея, вот, то есть, вы соревнуетесь с участниками, чаще всего это даже студенты различных университетов со всего мира, вот, ну, и теперь я бы хотел услышать ваши вопросы, предложения, вот, извините, я подключилась где-то в середине, а когда будет вообще положение, когда будет объявлено начало конкурса по спортивному программированию, вот, отборочный тур? вы имеете ввиду нашу олимпиаду, да, которую мы проводим? ориентируемся в основном на шестой класс, поскольку эта ниша не занята вообще по республике, то есть, у нас девятый, десятый, одиннадцатый, это олимпиада для старших, восьмой, седьмой, восьмой класс, это олимпиада юниорская, и есть возможность в районной, там, в областной поучаствовать, а для шестого класса нет ничего в Казахстане, ну, может быть, бебрас, но это не чистое программирование, вот, поэтому мы проводим олимпиаду, так называется, Junior Programming Contest, вот, сейчас давайте я могу вот такое вот название, видите, здесь тоже участники из различных регионов Казахстана, давайте, наверное, седьмой еще посмотрим, там у нас география немножко пошире, в прошлом году была, вот, ну, в прошлом году в финале победители были Алматы, Тарас, ну, и кто-то из наших попал в призеры, вот, Олимпиада проводится по простым задачам, то есть максимум здесь цикла, мы даже не доходим до массивов, вот, но вместе с тем задачи тоже есть над чем подумать, естественно, это все на время, если в дистанционном режиме, то под камеру с записей, экрана, вот, в этом году мы ее поставили на апрель, значит, где-то, ну, может быть, в марте, в начале апреля можно ждать письмо с положением регистрируйтесь, здесь у нас устроен, в начале мы делаем тренировочный этап, тренировочный этап разрешается учать, решать вместе с учителем, то есть для того, чтобы учитель просто посмотрел, какие вообще задачи будут на этой олимпиаде, можно вместе с учеником, то есть попробовали, сами сдали, ученик, допустим, сдал, чтобы просто прочувствовать саму систему под контролем учителя, чтобы ученик посидел, позанимался. Дальше отборочный этап, здесь уже ученик решает сам, и на основе отборочного этапа мы лучших участников приглашаем в финал, но в финале уже там с прокторингом там уже все посерьезно, вот, ну, если отвечать на ваш вопрос, то ждем апрель. Все, спасибо большое, еще вопрос вот по методике всегда такой, он очень острый, какими книгами, и не только с сайтами, может есть какие-то задачники для учителей, допустим, чтобы мы на уроках тоже давали задачи, у нас, ну, заранее там были какие-то решенные ответы, вот, на какую литературу обратить внимание? Сейчас появилось буквально две-три книги, которые прямо так и называются олимпиадное спортивное программирование, но они рассчитаны на уже серьезный уровень подготовки, то есть, как минимум, раньше областной наверное нет смысла их читать, покупать, вот, проблема, да, проблема у обычного учителя информатики в том, что у нас нет дидактических материалов, не только по программированию, а вообще на обычные уроки по обычным темам, то есть, когда мы готовимся, мы проводим там в Excel, да, занятия, вот мы придумали это задание, если его убрать, то у нас нету ничего, у нас один урок, одно задание, да, ну, сколько мы на урок запланировали, два-три по каждому этапу урока, вот, а такой общей базы у нас не существует, в том числе и, наверное, по программированию, вот, но я использую в основном сайты, то есть, увидели задачу, решили, мы можем ее использовать, а Яндекс.Контест, здесь я сам задачу сочиняю сам для того, чтобы ученики могли вот совсем мелкими шажками двигаться. Если вы участвовали в прошлом году в отборочном этапе, вы можете некоторые задачи оттуда использовать на уроке или в подготовке. Я скопировала задачи все за два года вперед, все, что вы давали, они уже есть, эти все копии, прорешенные уже лежат, ждут своего часа. Вот, значит, если вы это смогли решить, значит, вам пора на сайт ECMP.ру, школа программиста, и вы можете уже решать задачи, где шаг влево, шаг вправо. А еще, знаете, я для себя открыла сайт silvertest.ru, там очень тоже хорошие такие курсы и задачи для начинающих, то есть, там есть курс по Python полный, C++ тоже курс есть, и что интересно, там тоже задания получается на усложнение, то есть, допустим, сначала там вставь пропущенную строчку кода, потом там еще, там полкода написано, полкода тебе дописать, и там их тоже можно и на Python решать, и на C++ решать. Ага, отправьте нам сюда в чат, потому что я конкретно этот сайт не знаю, мне, наверное, тоже было бы интересно. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok